Здравствуйте, дорогая публика! Вот мне зритель мой, Эдуард Владимирович, прислал вопрос. Вопрос, так сказать, ну, часто такого рода вопрос мне присылают зрители, вопрос, скажем так, эпохи до-Ньютоновской, эпохи современников Галилео Галилеи. Такой вопрос задавался обычно. Ну, вот люди, которые живут в эпоху уже пост-Ньютона, Айзека, или, как раньше говорили, Сака-Ньютона, вот они уже этих вопросов не задают, если, конечно, знают физику. А если ещё физику не знают, то задают. Так что вы не бойтесь, задавайте, мы вас объясним. Вопрос вот какой. Уважаемый Борис Сергеевич, очень приятно, что я уважаемый. Расскажите, пожалуйста, какие результирующие силы действуют на воздушный шар, то есть почему он не может оставаться на месте в то время, когда Земля совершает вращение вокруг оси. Спасибо. Вот, спасибо я уже, значит, получил заранее, так что вот отрабатываю его. Видите ли, в чём дело? Ну, во-первых, начнём с того, что первую голову бросается. Какие силы действуют на шар? Ну, во-первых, на шар действуют силы тяжести к Земле, да? Она действует на тот газ, который внутри оболочки шара. Это какой-то лёгкий газ, либо нагретый воздух, либо это водород, как в старое время, когда пожары не боялись, либо это гелий, как теперь это делается. Вот. Ну, а под ним корзина висит, или, как правильно говорить, гондола, в которой грузы, аппаратура, люди, там. Вот такие вот вещи. Действуют две силы. И они, в принципе, говорят, друг друга уравновешивают. Сила тяжести и Архимедова сила, сила, выталкивающая сила, которая действует на шар, да? Вот равный выталкивающая сила весу воздуха, вытесненного шаром, да? Весу воздуха, МЖ воздуха. Вот. А это вот он вытеснен, да? Вот она, выталкивающая сила. Вот они уравновешивают друг друга. И всё. А чё же он на месте не остаётся? Нет. Дело в том, что он ещё погружён в воздух. Воздух, он вместе с ним единое целое. Он плавает в этом самом воздухе. Так же, как если ваша лодочка плавает на реке, а река течёт куда-то, то лодочка ваша, или плод, да? Вот. Он течёт по реке вместе с течением реки. Его сносит. Частичка воды, да? Вот. Или какая-то погружённая туда, ну, скажем так, вот из полиэтилена терифталата, да? Из пэт в бутылочку с водой. Бросьте её в воду. Ей совсем немного воздуха нужно под пробку, чтобы она не утонула. И вот она вот так будет, значит, плыть вместе с рекой. Течь куда-то. Конечно, засорять реки не надо. Вот. Так вот, почему же шар-то не стоит на месте? А потому что он движется вместе с атмосферой. Атмосфера его увлекает собой. Атмосфера движется вокруг Земли. Так что забыли про шар, теперь про атмосферу. Вот в чём проблема. Со стороны атмосферы действует, ну, сила сопротивления воздуха, как это называется, она его и волочёт за собой. С этой огромной скоростью. А почему он волочётся-то с огромной скоростью? А дело вот в чём. Дело в том, что давайте рассмотрим вот воздух. Ну, или что-нибудь, что лежит на поверхности Земли. Да лучше воздух. Вот на него действует на этот вот кусок воздуха, сила. Кусок. Вот он, кусочек воздуха. Видели-ка, я не видел, но показать могу. Вот. На него действует сила тяжести, направленная к Земле. А эта сила тяжести заставляет его двигаться ускоренно. Что значит ускоренно? Куда он? Падает, что ли? Нет, он не падает. Он движется по окружности вокруг оси земной. Вокруг оси земного шара. Движется по окружности. Эта сила заставляет его, та составляющая, которая направлена к оси земного шара. Вы понимаете, что если вы не на экваторе, то сила тяжести направлена к центру шара, а не к оси. Ну, вот его составляющая направлена к оси шара. И она-то как раз и обеспечивает движение воздуха по окружности вокруг оси земной. Почему по окружности он движется? Ну, давайте вспоминать законы Ньютона. Значит, был такой первый закон Ньютона, он назывался. Если на тело не действуют силы, или их равнодействующее равно нулю, то тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Так вот, эта сила у нас не сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, она движется по окружности. Потому что у неё есть непогашенная ничем составляющая, которая направлена к земной оси, а ей противодействует вот это вот центробежное ускорение, то, что называется. Вот это центростремительное ускорение создаёт вот это вот вращательное движение. Вот и всё. Вот и вся разгадка этой вот задачи. Более того, возникает ещё один вопрос. Вот, например, направление ветров. Как оно этим ветер-то дует? Удивительным образом, вот если бы всё было так, как вы себе представляете, земной шар движется, вращается, ну, увлекает за собой воздух, и чуть-чуть он, воздух над ним прокручивается, да? Нет, не совсем так. Так вот, у нас в северном полушарии воздух, значит, нагретый около экватора, движется к полюсу, там, где холоднее, и при этом он меняет своё, вот это воздух, расстояние от оси вращения. Вот, у него, поэтому, тангенциальная скорость получается на экваторе больше, чем где-нибудь по пути к полюсу. Его смещи сдувает вправо, то есть на восток. И вот у нас в северном полушарии преимущественное направление ветров – это с запада на восток. Вот такое вот преимущественное направление. В Евразии эти ветра стали додувать уже в последние годы, в связи с климатическими изменениями, они додувают уже до Якутии. Представляете, вот от Атлантики додувают до Якутии. Ну, если случится такое, что эти ветра додуют опять до Атлантики, да, понимаете, кругосветный такой вот обдув устроится, это называется циркумполярное воздушное течение, после чего, вот, собственно говоря, произойдёт то, что имеет место быть в районе Южного полюса, там, где ледник на Южном полярном континенте лежит. Вот, ну, вот тут тоже, чего делать, придётся быть леднику, таком настоящем, не так, как сейчас тут, там ледоколы, там уже на ледоколах не поплаваешь. Вот, это тогда будет настоящий ледниковый период, например, как одна из причин ледникового периода. Ну, на самом деле, если он наступит, он как раз наступит от того, что розы ветров несколько изменятся, и не будет такого активного движения ветра на запад и на восток, тогда более холодная, но более лёгкая вода из Ледовитого океана попадёт в Северную Атлантику и дойдёт где-то вот до широт. В соответствующих Англии, в югу континента евразийского, да, в югу Европы. Ну, и там, значит, стечение Гольфстрима, знаменитая печка Европы, нырнёт под этот верхний холодный слой вот раньше. Сейчас она ныряет где-то в Баренцевом море, а тогда нырнёт вот где-нибудь около Испании или Великобритании. Ну, и вот тогда-то, вот тогда-то и будет-то холодно. Ага, вот тогда-то. Ну, скажут, что это Газпром финансировал, чтобы газ покупали. Ну, ладно. Не будем об этом думать, не будем сочинять глупые политические анекдоты, а вот хорошо, что мы можем поговорить о физике. Спасибо моим зрителям, которые меня поддержали, да, вот, меня и моих котят. Я сейчас тоже сижу и думаю, как на иголках, надо идти к котятам, надо идти к котятам, надо покормить их. Да и хорошо с ними время провести, поиграть, пожалеть, что некому их раздать фактически, да. Никто же особо желающих принимать на себя такую обузу не хочет. Все хотят жить свободно, путешествовать по миру. Ну, вот сейчас вроде нам хвост-то прищемили на путешествию по миру-то, да. Так что берите котятов, котятов берите и меня поддерживайте. У меня еще теперь появилась еще одна возможность. У тех, кто живет в свободном мире, они могут мне тоже присылать деньги. В Райфайзенбанке есть счет, при входе на который я плачу комиссию всего-то на все 500 рублей. Это меньше 10 долларов по современному курсу. Меньше или больше. Ну, где-то в районе 10 долларов по современному курсу. Давайте так говорить, 500 рублей. В районе десятки. Может быть, да, даже меньше, даже меньше десятки. И десятки долларов, да. Так что вот присылайте, там внизу есть реквизиты на эту тему. Видите, начал за здравие, кончил за бопрошенничество. Такова салявуха. Никуда не денешься. Тоже заграничное слово. Саляви. Ну, всего доброго вам. Жду вашей мани. Или как меня научили недавно тут на стриме. Лавэ. Вот так вот. Вот так вот.